Рад приветствовать вас на своем канале, друзья. Меня зовут Никита, канал называется Paradise Alania. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Кто интересуется недвижимостью Алании, кто еще не поставил лайк, обязательно ставьте лайк. Потому что я в очередной раз нашел для вас классную, крутую дизайнерскую квартиру с ремонтом, мебелью и техникой по очень такой интересной цене, друзья. Это Махмутлар, у нас 350 метров до моря. В общем, предложение будет классное, видеообзор будет классный. Не буду тянуть, друзья. Начинаем. Давайте начнем прямо с коридора. Вот здесь вечером горит подсветка, на полу видите керамиогранит. Здесь уже, судя по коврику, живут у вас соседи напротив. И вот у нас наша квартира. Здесь сразу мы видим домофон. Ну, для квартиры в Алании это вообще обычное дело. Классная, тяжелая дверь. И мы попадаем в коридор. Коридор, да, это большой плюс для квартиры в Алании. Часто я в своих видео показываю квартиры, в которых вообще нет коридора. Ты заходишь сразу на кухню. Здесь же, друзья, полноценный у вас коридор. Все, как вы привыкли. Ну и все, в принципе, это же на самом деле удобнее, это эргономичнее, это функциональнее. Здесь разулся, здесь у вас обувница. Здесь большое зеркало у вас, в которое вы можете посмотреть, не знаю, перед выходом поправить челку, там еще что-то. Не знаю, кто что поправляет. Здесь вообще огромное зеркало, да, висит, где вы можете себя в полный рост лицезреть. Справа, что мы видим? Справа у нас идет санузел. Так, сейчас я поправлю. Носок слетел. Санузел у нас хорошего, в принципе, размера. Все новое, видите, уже стиральная машинка. В принципе, квартира уже даже, видите, ведро есть, половички. Как говорится, заезжай и живи. Единственное, да, вот я сейчас сразу вижу, что здесь нет еще проточного вот этого водонагревателя. Его нужно будет установить. Давайте не будем не замечать минусы, будем обо всем говорить. Здесь сверху у вас подсветка. Квартира площадью 115 квадратных метров. Сразу скажу, квартира 2 плюс 1. Давайте начнем с самой главной комнаты. Это кухня-гостиная, да, центр притяжения всей квартиры. И здесь, смотрите, какая красотища. Здесь поработал дизайн, дизайнер. Дизайн тоже здесь поработал. Ну, потому что, я не знаю, мне, например, самому вот так вот все подобрать, чтобы все было гармонично, чтобы все подходило как-то по стилю. У меня точно не получится. Кондиционер висит. Слава богу. Сюда, да, нужно докупить телевизор, какой вы хотите. И там у нас кухонная зона. Здесь выход на балкон. Большой такой кухонный стол. Причем хозяин попросил обратить внимание, что это настоящее дерево. И назвал какое-то дерево. Я не понял, как оно правильно называется. Кому надо, узнаю. Но, говорит, очень дорогой стол. Очень дорогое дерево. Видите, даже салфеточки Версачи вам постелил, чтобы вы уже точно не сомневались. И вот здесь у вас кухонный гарнитур. Видите. Здесь у вас плита, да, духовой шкаф, посудомойка. Не знаю, может быть, они даже тарелки сюда сложили. Они, бывает, что складывают даже тарелки. Кухонные гарнитуры, видите, с доводчиками. Все новенькое, пахнет прям новизной. Ну, вот видите, несколько таких элементов поставили, чтобы все уют, да, некий, создать. Холодильничек. Вот с этого ракурса, друзья. Такая красотища. Ну, реально, заезжай и живи. Давайте вообще сразу скажу цену, да, не буду томить, как обычно. Цена за эту квартиру 75 тысяч евро. Почему я сразу сказал, что классная цена. Сейчас там диванные эксперты мне будут рассказывать, что эта цена не классная. Которые там три года назад здесь были или год назад. Давайте вам ценовой сейчас срез прям по этому месту. Вот она, новостройка, которая стоит напротив. Здесь 2 плюс 1 все проданы. Когда-то они продавались по 90, 95, 100 тысяч евро за квадратный метр. Причем сейчас цены выросли. Они сейчас еще бы дороже стоили. Здесь остались 3 плюс 1 и 4 плюс 1. Вот эти дуплексы. Я снимал тоже про этот дом уже видеоролик. Поэтому цена 75, причем там просто с ремонтом, да, квартиры. Там нет ни мебели никакой, ни техники абсолютно. Здесь, ну, 100, 95, да, здесь 75, уже упакованная квартира. Причем здесь тоже я в конце видео спущусь вниз. Здесь полностью тоже в доме своя вся инфраструктура есть. Зимний бассейн, летний бассейн. Ну, чуть позже вам все покажу. По локации, да, вот эта улица у нас от Ататюрка. От нее 350 метров до моря. Можете убедиться на карте, прям забить в Яндекс.Картах и посмотреть от улицы Ататюрка, сколько до ближайшего пляжа. Там, кстати, можете видеть базар у вас. Это вообще круто, что можно вот так выйти из дома. Туда сходил, купил там свежих классных овощей, фруктов, да, помидоры там, поскольку у нас по 2 лиры продают, клубнику, по сколько там, 3 что ли лиры. Я уже давно что-то не ходил. Ну, реально, цены вообще земля и небо по сравнению с нашими. Я, ну, говорю сейчас о России. Еще что здесь есть. Ну, там фитнес-центр, вот этот большой. Мигрос, это продуктовый магазин. Еще один фитнес-центр. Ну, в принципе, тут вокруг все есть. Здесь кафешки есть, море рядом. Все, что нужно для жизни тут, в принципе, есть. По школам и прочей социальной инфраструктуре в Махмутларе, ну, здесь, в принципе, все есть. Махмутлар, кто вообще не знает, это самый такой русский район в Алании. Короче, Брайтон-Бич наш местный. Здесь максимально быстро проходит адаптация. То есть здесь и в кафе все по-русски разговаривают. Тут и на улице куча машин с российскими номерами. Это причем, что сейчас Россия закрыта, я не представляю, что будет, когда, ну, границы все-таки откроют. Тут, наверное, вообще больше русских будет, чем турков. Ну что, по этой комнате, наверное, все. Я думаю, все показал, все рассказал. Ах, все такое новенькое, все такое классное. Да, неохота прямо уходить отсюда. Вот это, конечно же, не натуральный. Конечно же, нет. Так, ну, идем дальше. Здесь справа у нас что? Детская. Причем нормального такого размера. Знаете, бывают вообще детские, делает там прям вообще супер малюсенькие. Вот он вид, опять же, на Ататюрк. Я специально выбрал время такое вечернее, потому что мне жарко. У меня мама, кстати, спрашивает, ну как там жарко? Ну, я говорю, ну, так же, так же, как в Сочи. В Сочи, в принципе, такая же абсолютно погода, такая же жара летом. Ну, я не знаю, вас никто не заставляет работать там на каменоломне в разгар санцепека. Сидите дома под кондиционерчиком. Вечерком вышел и нормально. Вот, в принципе, как делаю я. И главное, то есть хозяйская, да, спальня со своим выходом на балкон. Здесь, кстати, обратите внимание, что здесь, что здесь ламинат. Вообще плюс, вот молодцы начали делать ламинат, потому что, ну, зимой реально не очень комфортно голыми ногами наступать на вот эту холодную плитку. Поэтому, в плане покрытия пола плюс. Давайте покажу вам балкон. Балкон здесь небольшой. Чисто покурить выйти. Ну, можно стол. Ой, стульчик, да, поставить сюда в угол. Не знаю, такой небольшой столик. Вон он рынок, друзья. Видите? Базар, как он здесь называется. Вот этот, конечно, старый фонд вообще не очень выглядит. Ну, его скоро время придет все-таки. Здесь обновляют постоянно старый вот этот жилой фонд. Причем место-то такое. Ну, локация, я вам скажу, очень хорошая. Тут до центра вот один поворот. Следующий поворот это у нас уже вот где часики вот эти стоят. Вот это следующий просто поворот. Место классное. Там горы. Тут у вас будет гора такая большая. Ну, сейчас, видите, как обычно у меня на всех видео дымка всегда какая-то. Так, и вот она у нас спальня с этого ракурса. Посмотрите. Все новенькое, видите, в пленочке. Ах. Сюда тоже, если нужно, повешайте телевизор. Если вы супер сильно любите телевизор. Здесь большой шкаф для вещей. Глубокий довольно-таки. И свой санузел. Что вообще? Красота. Подсветочки. И душевая кабина. Я вот спросил, почему душевая кабина не до конца. Они говорят, ну, это типа нормально. Ну, я говорю, а если я начну вот так вот пританцовывать, ну, тогда, говорит, да. А так, в принципе, видите, здесь сделан, не знаю, как его назвать правильно, бордюр, короче, поребрик. Чтобы вода у вас сюда не шла. Да, квартира, в принципе, уже вообще готовая для жизни. Осталось только заехать. И можно жить. Не ту жить. Ну, что, друзья, по квартире, я думаю, все. Я, в принципе, все показал. Вкратце, да. Кого заинтересовало, кому не терпится уже позвонить. Мне сейчас номер появится у вас на экранах. Эту квартиру можно забронировать спокойно. Отправляете 1000 евро. Ну, в общем, индивидуально звоните. Если понравилась квартира, мы обязательно ее забронируем. Договоримся с собственником. Здесь уже у нас, судя по пляжам, все больше и больше людей прибывает. С Белоруссии прибывает. Что-то еще там куча. Увс Украины, по-моему, все открывает. Куча стран уже. Почему-то Россию до сих пор не открывают. Но у нас, кстати, есть возможность. Доставить вас сюда. Если вы сильно хотите в Аланию. Есть в Москве некий трансфер, который за 7500 рублей вас доставит до Минска. С Минска вы спокойно садитесь на самолет и прилетаете. Либо в Газипашу, либо в Андавию. Так уже люди у нас сделали. Приезжали кто за покупкой квартиры. Кто, ну, по своим там, каким-то делам. Вот такая у нас даже есть возможность, друзья. А я предлагаю вам сейчас спуститься вниз. И показать вам придомовую территорию. Экстерьер самого дома. Ну, и посмотрим там внутреннюю эту инфраструктуру. Что там есть. Итак, друзья. Мы спускаемся на минус первый этаж. В таком вот зеркальном лифте. И здесь лифт прям идет до внутренней инфраструктуры. До бассейнов. До спа. Вот этих комплексов. До тренажерки. Что классно. Что является плюсом. Что не надо. Вот, например, как Кристал Ноя. Бегал зимой с полотенцем на плече. Через весь комплекс. Здесь просто полотенце взял, повешал на плечо, спустился на лифте. И вот ты уже здесь. А здесь, да. Я встречался сегодня с застройщиком этого жилого комплекса. Он говорит, две недели мы все доделаем. Вот здесь у нас получается зона отдыха будет. Ну, то есть там телевизор он поставит. Там PlayStation поставят. Там детская зона будет. Ну, все это, видите, сейчас в таком непрезентабельном виде. Так, далее. Что здесь имеется? Здесь имеется у нас... Оп. Хамам. Тоже, видите, пока не доделанный. Здесь у нас что имеется дальше? Здесь у нас сауна. А, запах какой. Сауна, причем большая. Видите, три ступеньки. Хорошая сауна. Здесь римская парная. И здесь, я думаю, будет что-то там. Переодевалочки какие-то. И мы еще направляемся туда. Здесь у нас слева зимний бассейн. Тоже, видите, доделывают его. И если бы мы пошли справа, там у вас будет тренажерка. Тенажерка. В общем, вся полностью инфраструктура внутренняя. Сейчас я еще выйду на улицу и покажу вам открытый бассейн летний. Там уже люди купаются, кайфуют, загорают. Вот она, входная группа, так называемая. Видите? Как здесь все симпатично. Вот мы выходим. Вот так выглядит вход. Данный жилой комплекс. Вот он, экстерьер жилого комплекса. И вот он, бассейн. Территория, как вы можете видеть, огороженная. Люди, в общем, загорают, купаются. Наверное, сильно их снимать не будем. Кстати, хорошего размера такого. Здесь, смотрите, весь первый этаж. Я сейчас вам покажу с той стороны, сейчас выйдем. Вот здесь, как вы можете видеть, там с той стороны вот эти все помещения еще пустые. Здесь скоро заедет коммерция и будут вещевые магазины. Там Вайкики местная, там де-факто, может какой-нибудь Левайс, что-то такое. И вот он, вход в наш жилой комплекс. Видите, здесь все под охраной. Камеры висят. Ну что, друзья, по данному предложению все. Вроде все для вас отснял. Уже вечереет, уже темнеет. В общем, кому понравилось, звоните. Все контакты, все вообще контакты. Кстати, есть группа в Телеграме с горячими предложениями. Есть у меня свой сайт, где все-все-все появляется раньше, чем на YouTube. Пока я соберусь, пока я приеду, пока я смонтирую это видео, в общем, это не совсем оперативно получается. Есть группа в Телеграме, есть сайт. Туда в первую очередь я заливаю эти классные вот такие горячие предложения. Кому интересно, подписывайтесь обязательно. Надеюсь, видео было интересное. Кто сидел с 75 тысячами евро и ждал квартиру 2 плюс 1 с шикарным ремонтом, мебелью и техникой. Ну, я думаю, это ваша квартира. Локация классная, Махмутлар. В общем, что еще нужно? За эти деньги, я считаю, вообще классное предложение. Все, звоните, пишите, друзья. Буду ждать ваших звонков. Ну и дай бог, увидимся в Алайне. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok